Новое утро, новый поиск. Пол шестого утра. Было решение выдвинуться за несколько километров подальше в леса. Последний момент передумал и в пять часов утра был уже в лесу, буквально в десяти минутах от дома. Решил сегодня не заморачиваться, просто покопать в свое удовольствие без всяких напрягов, без всяких далеких походов. И вот первая моя монета. 20 копеек. 20 копеек. 1940. Не вижу последней цифры. Еще не полностью расцвело. Темновато. Ну, в общем, начало есть. Для себя решил, что не буду снимать все подряд там советские монеты. Ну, обычные находки. Буду снимать их в достаточно приличном количестве. Но прошло минут 15, у меня уже три находки. И тем более, не только советы, а кое-что интересное. Итак, первые монеты, там же, где 20 копеек, первый нашел. рядышком нашел еще одни 20 копеек 1946 года. Потом 10 копеек украинских. Тут я не вижу. 2000. Ну, не важно. И такая пуговица. Вот только что. Пуговица здесь с интересным рисунком. Я приблизительно знаю, что это, но вот как называется, хоть убей, не помню. И, кстати, такая пуговица попадается мне первый раз. В классном классном сохране. С приличной, кстати, глубины минут сантиметров 15. Зачетная находка. Ну, что ж, продолжаю поиск. Прямо урожай у меня на 20 копеек. Значит, вот одни 20 копеек 1935 года, если не ошибаюсь, советские. Потом вторые 20 копеек 1953, по-моему. Кстати, неплохой сохран. И вот еще только что нашел 5 копеек 1936. Значит, отошел немножко глубже в лес. Естественно, находки стали попадаться реже. ничего. Буду продолжать поиск. Возможно, еще вернусь и в начало. Вначале было впечатление. Подумал, что это царизм империя по толщине. Но оказалось здесь под застежку. Похоже, это был какой-то значок медный. Еле-еле просматривается какой-то четырехугольник, по-моему. Что-то на нем немножко вырисовывается, но так плохо видно. В общем, штучка эта умерла походу. Еле-еле видно. Но вещь похожа, старинная. Жаль, что ничего уже не видно на ней. Но все равно зачетная находка. Продолжаю поиск. Удалось найти сразу две пуговички. Значит, первая ничем не примечательная на четыре дырочки. А вторая такая старинная. К сожалению, по-моему, тоже лысая, без рисунка. Точнее, не тоже лысая, а именно лысая, без рисунка. А с этой стороны как ободок какой-то тут есть. Видно, что пуговичка древняя. можно сказать, зачетная находка. Еще одна. И еще нашел советских 15 копеек. Не видно, какой год. Она подубитая. Это все. Снова же не такой уж большой период поиска. Пока что находки есть. А вот и первая моя империя. Это две копейки 1913 года. В хорошем сохране. Если ее помыть, она будет в отличном качестве. Я так думаю. Николай Второй. А это 15 копеек советы. Тоже нашел, но это гораздо раньше нашел. Вот так. Продолжаю поиск. Конечно, утро замечательное просто по погоде. Вышло солнце, теплое. Я снял верхнюю куртку. Все цветет, поют птицы. Ну, вообще, класс. Можно просто ходить и любоваться. Значит, есть у меня очередные несколько находок. Покажу по порядку. Значит, нашел пуговицу цифрой 3 с пупырышками. Ну, это немецкая пуговица. Она белая вообще. Если ее потерять, ничего, такая находка. Там пуля, поясок медный и осколок. И только что еще нашел зачетную находку оленя такого. Газ. Прикольная находочка медная. Не находил еще таких. Классно. Продолжаю поиск. Новые находки. Четыре монеты. Все советы. 1985 2 копейки. 10 копеек 1976 потом 5 копеек позднее. Не видно какой год. И копеечка тоже 1966 получилась все поздние советы. медная трубка загнутая. Здесь еще прорезана. Это точно самопал. Я уже таких находил наверное штуки 3 или 4 в лесу. Очередной самопал. Любители пострелять. Немного устал. Уже хожу часов 6 наверное. Ну думаю 2 часа еще. Вернусь кстати туда откуда пришел и возможно уже пойду домой. Все продолжаю поиск. А вот еще одна интересная находка но уже найдена не металлоискателем а так визуально совсем наоборот находка от металлоискателя вот очень похоже такая же ручка у меня тоже кстати тоже тут скотчем перемотана у меня изоленты да отвалилась ничего у меня крепко держится пока здесь похоже просто потеряли ручку может и выбросили но скорее всего что потеряли вот так такие места что даже куски металлоискателя теряют капец по-видимому надо идти домой уже ладно еще кстати дождь собирается так что наверное буду заканчивать вот-вот закончил поиски подвожу итог подвожу итог и начинается дождь так что буду делать это быстро значит олень газ это скорее всего от велосипеда одна царская монета 2013 ой 2013 1913 года две копейки николая второго вот как по мне самая интересная находка это если я не ошибаюсь я бы вспомнил это по-моему пуговица называется гренада я точно сказать не могу я не находил просто таких пуговиц поэтому не буду утверждать вот с этой стороны тут есть надписи ну такая интересная пуговица да потом немецкая пуговица царская лысая пуговица вот это загадочная загадочная находка вообще тут непонятно что прорисовывается какой-то рисунок непонятный была здесь застежка что это неизвестно ну остальное это уже обычные советские монеты еще в конце сам нашел последняя находка это ключик от мебели самопал чуть раньше было найдено еще такая пуговичка на 4 дырочки и украинская одна монетка в общей сумме 13 монет одна царская одна украинская все остальное совет ну неплохо поиск был достаточно коротким около 7 часов при том что это я не выдумывал а просто вышел возле дома и поискал чуть-чуть все в следующий раз наверное уже выдвинусь куда думал идти сегодня там надо пройти километра 3 совсем другую сторону там попробуем все до новых встреч до новых встреч